Мошенничество Мужчина отдал менеджерам 3000 рублей, заключил договор на оказание информуслуг и на этом все. Риэлторы развели руками и предложили поискать еще раз. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств и подписано все-таки. Да, и в том числе они не несут ответственности за арендодателя. Схема по поиску квартир законно работает много лет, пишут на форумах десятки пострадавших. В сети люди создают черные списки недобросовестных компаний. А вот жалобы конкретно на эту фирму. За свои услуги сразу взяли деньги. В назначенное время собственник не приехал, перенес встречу. К вечеру вообще выключили телефон. До сих пор отключен. Люди, будьте бдительны. Сказали, есть два варианта. Ехать на место с риэлтором, либо сразу в офисе оплатить. Если на месте, дороже на 2500. Я сказал, что на место поеду. После этого начались отмазы по поводу того, что риэлтора вообще нет. В полиции новостям прима подтвердили. На кампанию с начала года написано уже 30 заявлений от недовольных клиентов. Данные переданы в Роспотребнадзор. Сотрудники агентства встречают угрозами. На столах масса мобильных телефонов, очевидно, для работы. Директора на месте не оказалось. И комментарии он давать отказался. Но в телефонном разговоре заверил. Уже был в полиции и вернул людям деньги. Частично. Предприниматель уверен, бывшие клиенты просто хотят подзаработать на исках против компании. Проблема фирмы-информаторов в том, что по факту они могут не предоставлять услуг, хотя должны. Это нарушение прав потребителя. Юристы говорят, есть смысл обращаться в суд. Можно говорить о том, что услуга не оказана, если человек не нашел. Ему не помогли снять в аренду. Работая с риэлторами, все-таки желательно не оставлять авансов. То есть договор должен предусматривать оплату по факту съема жилья. Это правильно. Привлечь риэлторские фирмы-обманщицы к ответственности можно коллективным иском, добавляют юристы. Но главные советы – не платить информаторам до заключения договора аренды жилья, проверить документы на право собственности и не реагировать на подозрительные СМС с просьбой перевести аванс. Не терпите хамство и произвол. Если вы столкнулись с проблемой или обманом, звоните к нам в редакцию по телефону 202-22-22. Анастасия Цыганова, Сергей Польшаков. Мы за тебя.